Вот это вот, в свое время прямо с экрана сделал фотографию. Признавайтесь, или Мезинов, или Макаров. А еще в Ашкирии такая есть, тоже сенец, тоже непривитый, 4 или 5 лет, результат. Вот это вот и есть Персихасанский. Гораздо лучше дела стоят на Украине, и я бы даже был богат, если бы мой друг, один из ведущих садоводов, любители Украины, в то же время профессионалы, Валерий Александрович, смог бы поставлять саженцы, потерка саженцы. Путочки невыгодно. Ой, как невыгодно, он не назывался цифрой. Продавать надо килограммами, за небольшие доллары, не стало не по себе. А вот Россию бы, видите, все больше множится примеры, когда именно в Европе, в Сибири сложнее, там все-таки надо полуукрывать в Сибири, или полностью укрывать. А вот в Европе, можно вот в таком виде. Теперь, смотрите, внимание. Просто таких снимков было много, присылали ребятам много. Ну, первый, который попался мне на это. Теперь смотрим сюда. Вот. Ставьте себе, что в этих абрикосах есть гены персика, представили? Вот. Что это невнимание? Эта обида так и сидит, по морде получил, меня нет в Википедии. Я еще несколько посмотрел наших ребят, включая даже это, включая даже тех, которые постарше меня, ну, любителей. Нет у нас, нету. Тогда я, значит, сказал себе так. Если, а, и помните, я приводил пример, это была статья, подробно, сколько лет нужно на то, чтобы испытать новый шорт. Естественно, не прививками, как я помню, я сказал, 5-6 лет, и 4 поколения, и все, шорт готов. То есть, это не шорт, не, не, я обговариваю, что смеется будет, сантообразец, вот, или клон. А так получается 20-30 лет. Значит, последние два случая, это когда надо скрестить, вот, почти ежа сужом, потому что, представь себе, пошел одного родителя замерз, пошел другого родителя, невкусный. Так кончается это, правильно? Вот. Мы почему прививками-то двигаем на север, согласны? Тогда получается так. Когда я посмотрел, сообщения были, официальные сообщения, там приводило, а я ничего не, нет, я целиком вот как скопировал вот это сообщение, что вот такой сорт груши, 30 лет, в райские институты, я не буду называть, какое, обязательство, научные учреждения, вот, они, значит, 30 лет, и вот, показывают фотографии шикарной груши. В другом случае это было, ну, не шикарно, но груши и груши, сало как сало. В другом случае это было слива, и тоже сообщение, и тоже 30 лет. Мне это смутило. А вот она появляется в гостередстве, тот сорт слив или тот сорт груши, допустим, все чисто и не замерзло. Врал все-таки это не, то есть все-таки это жесткий климат. А после этого раз, а второго уже нет, а кроме жалкой зарплаты, а вы знаете, я ничего скрывать не буду, сейчас прошу прощения. Вот, кто-то здесь, вот. Алло. Непонятно, кто может быть с соседей, случайный звонок. Вот. И тогда получается, тогда, сейчас, а вдруг сейчас ко мне позвонят, постусят, сейчас, секунду, я как раз сбился с мысли. Хотел рассказать, какие зарплаты у сибирских ученых, а и не стоит говорить, что по-то туда вообще никто больше не пойдет, ученые. Давайте сделаем так, не буду. Сейчас мы сделаем так. Ну, выбрал наиболее эффектную фотографию. Вот. И показывал. Итак, вот это вот произведение я назвал «Суперребрекоза железа». Сказать, что меня будут камнями кидать? Да не будут кидать, некому кидать. Это надо иметь какой-то уровень определенный. Сравнить со своими учеными. С кем сравнить? Ну, с кем? Байкалов был, того на свете нет. Судьбу его сада я не знаю. Кругом тишина. Тишина. Вот. Смотрите, какие косточки. Большие, огромные. Это был первый сорт. Абрикос Академик. Два пальца загнул. Так. Та самая фаина. Тройной гибрид. Так и на зубу. Абрикос Фаина Железа. Ты пальца загнул. Так. Это тоже фаина. Просто я брал снимок, чтобы не думали. Вот он старый снимок, а вот свежий. Вот. Он даже стал чуть мельче, к сожалению. Он сильно изменился. Ну, что-то все равно родное есть. Вот. Итак, фаина это три или четыре? Я уже забыл. Три, наверное. Три. Вот. Супер Абрикос Серафим. Вот. Это вообще загадка. Если бы у меня не было 100% доказательств, что это мое. Вот. Еще раз говорю. Я говорю, Александр, это моя совесть. Ходи где с халтурь, пошлют она меня. И, наконец, пятое. Поздних пианистов. Я сотрудничаю с пианистом. Вот. У него есть мои два сорта. Вот. Подозреваю, что поздний пианист, это поздний Филиппева. Ну, а ни бирок, ничего нет. Вот. Но я взял и выкупил. Вот результат. Кусочками теперь торгую. Это пятый. В смысле, как выкупил? Он теперь у меня плодоносен. Вот. Был случай, когда я у него 50 черенков покупал. Греша. Но, а что мне было делать? Я ученых призывал. Займитесь. Никому не надо. Выкупил у него 50 черенков. Все, пожалуйста. Теперь это мое. Вот. Расплатился. Это. Слушайте дальше. Теперь оно мое. Итак, пять пальцев. Вот эти косточки. Вот эти. Я продаю. По 30 рублей штука. Еще раз. Это все супер, 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 супер. Это все супер. Вот они. Ну, не все такие, потому что у позиопианистов они круглые. Вот. Вот это вот объявление даю. Мне выживать надо. Не мне. То есть, мне еще куча, куча людей. Вот. Которые живут на этом. Вот на этом вот. Это единственный, почти единственный источник доходов у людей. Так вот. То, что я раздаю. И получается следующее. Кому-то работу даю. Кому-то так даю деньги. Получается следующее. С первого сентября. Новый каталог. Цены возвращают те же. Борути Абрикос 25. Вот. Эти. Пяти сортам добавляю по пятерке 30. Вообще вы поняли. КОНЕЦ